Допустим, мы хотим кластеризовать респондентов по семи дихотомическим переменам. Эти переменные отражают наличие в опыте респондента некоторых элементов политического активизма. Контакты с политиками, работа в политических организациях, прочих организациях, участие в кампаниях, подпись петиций, участие в демонстрациях, участие в бойкотах. Воспользуемся для этого эрафическим кластерным анализом, в рамках которого выберем опцию для дихотомических шкал. Здесь сосредоточено целое множество различных мер сходства и несходства профилей респондентов. Как выбрать подходящий нам? Если бы мы имели дело не с дихотомическими переменными, а с нормальными, континуальными переменными, мы могли бы ориентироваться на визуализацию. Но, к сожалению, в случае дихотомических переменных такая визуализация крайне затруднительна. В силу того, что у нас нет пространства. Каждая переменная не дает нам пространства. Точнее, пространство очень усеченное. Усеченное до двух точек. Соответственно, рассеяние объектов в этом пространстве будет представлять из себя для каждой переменной просто две жирные точки. Жирные, потому что много объектов, каждый из них относится. Следовательно, такая визуализация нам не подскажет нужную форму и, значит, не имеет большого смысла. Нам придется выбрать другие ориентиры. Но прежде нужно оговорить ограничения, которые присущи иерархическому кластерному анализу в рамках реализации в SPSS. Как известно, он не работает с очень большими выборками, он не имеет статистической оценки качества итоговой модели, он не имеет оценки устойчивости модели. И применительно к дихотомическим переменам также есть один недостаток. В случае, если распределение кластеризующих переменных смещено в пользу одной из категорий, сложные меры сходства тоже не будут работать, к сожалению. Продолжение следует...